Несмотря на сильный дождь на стадионе Динамо, было многолюдно. Болельщики пришли посмотреть на игру Белоголубых против молодежки Акрона. Гости замыкали турнирную таблицу, но начали матч активно. Правда, пропускали несколько острых контратак от Динамо. Моментов было много у тех и у других, однако в этот день свезло гостям. Акрон на 71-й минуте делает счет 0-1. Победив матч, итальятинцы обходят Белоголубых и отправляют их в низину турнирной таблицы. Какое-то фатальное невезение. На выезде пропускаем гол за минуту до конца. Здесь, несмотря на погоду и состояние поля, во втором тайме висели на воротах соперника. Но опять же не забили. В первом тайме забили гол, его отменили. Будем смотреть повтор. Поэтому больше нет слов. В Барнауле разыграли титул короля Европы Побоулингу. Одноименный турнир стал одним из самых масштабных в регионе. В нем приняло участие больше 140 человек. Раунд квалификации прошли опытные игроки. И в финальном этапе была настоящая заруба. Здесь спортсмены обращали внимание даже на шары и дорожку. Очень большую роль играют шары. Спортивные шары все индивидуально присверливаются под руку игрока. То есть в зависимости от стиля игры может быть хват трехпальцевый, либо двухпальцевый. По итогам нескольких дней боулинговых баталий третье место в соревнованиях занял Игорь Исаев. Серебро досталось Дарье Коломенской. А титул короля Европы заслужил Константин Гайдар. Дмитрий Дроздов. День с толком. День с толком.